Добрый раз. Сегодня у нас среда, и мы наверное влоги не снимали недели две, а то и три, поэтому сегодня у нас будет день из жизни, один с утра до вечера, потому что пока мы дождемся, что Владимир смонтирует свои приключения, а, кстати, если кто-то еще не в курсе, Владимир на выходных, на этих на длинных, обустовских, обустовских, ездил в Антарию, черт на куличке, там катался на велике, 200 километров отмахал, и рыбачил, в общем, такое, помелчи, сейчас, все, упаковалась, и у нас тут такая бешеная неделя эта, а в эти выходные мы выезжаем в отпуск, поэтому надежды на то, что Владимир смонтирует видео, ну, такие есть, поэтому будет влог. Мы с Занькой выезжаем на работу, вчера у нас была машина, мы целый день работали на машине, сегодня на велосипеде, солнце такое, в дымке, надеюсь, это не... Папа на работе, Занька. Солнце все такое, в дымке, надеюсь, это не пожары очередные, вроде ничем не пахнет. Ладно, поехали. А у нас тут заканчивает парк, о котором я вам как-то упоминала. Ну, чего? Куда-то идем? Куда мы идем? Куда. На ручке, окей. Как только закончится, я вам покажу полностью парк. Так, раз, идет, то есть процесс идет, но пока еще не далековато. Поэтому мы едим в донаты. У нас тут стали продавать печеные донаты. Не в масле. Красота? Занька, а ты главное шоколад, да, слезать? Я-а-а-а. Вы что? И то, что они выходили в видео, не значит, что я ничего не снимала. Ой. Поэтому, что я вставлю кусочек в том, как парышня любит суп. Пум. Да? Пока мы покушаем. На самом деле я хочу попытаться сама покушать. Но сначала покормим парышня. Которая тука-тука празднула. Кушай, Занька, кушай. Маме? Вкусно? Вау. На улице, на самом деле, жарко в эти дни. Нам обещают, называемый, heat wave. 37-38 на эти выходные. Сегодня 31. 32. Сейчас 3 часа дня, но нас двор спасает от этого дерева. У нас в основном тень. Большую часть дня. То с одних деревьев, то с других. Поэтому на улице, в нашем дворе, не так смертельно жарко. Даже я бы сказала, когда ветерок, свежо. Поэтому с бусинкой сейчас помоем бассейн. Что, мое солнышко? Где там бусинка? А, да. Хочешь в коляску? Сейчас, посадим ребенка в коляску. Да, по-моему, это тут бассейн. Потому что... Лето заканчивается. Надо вернуть его соседям. Я вот думаю, что вот эти вот несколько дней. Мы его подержим. И перед самым отъездом вернем. Субтитры подогнал «Симон» Помните, что у нас во дворе растет черемуха? Наши соседи ее каждый год здесь собирают и готовят нам джем. Вчера как раз отдали две банки. Хотя вот тут ее еще дофига. Помню, когда была мелкая, во дворе постоянно черемху ела. Но, кстати, этому дереву не дужа. Видите, какая тут больная ветка. Сейчас, когда она созрела, она, конечно, прикольная по вкусу. Но только вот сейчас. Ну, вперед. Эта горка еще никак. Я вам сейчас доставлю видео с инстаграма. Кто не подписан на мой инстаграм, сходите, подпишитесь. Там видео попадается чаще, чем на ютубе. Держись за бортики, держись. Давай, давай, давай. Ой. Держись за бортики, Занька. Только за бортики. Бум-бум. Так, хорошо. Хорошо. Держись за бортики, держись. Молодец. Умничка. Е-хей. В одном из невыложенных видео я делала апдейт на наш огород. Который в этом году выглядит крайне грустно. Существом того, что сейчас жарко. И как раз эти товарищи жарятся на солнце. Ну, что я имею в виду сказать. Огурцы у нас, как всегда, болеют. Это у них классическое вообще состояние. Я даже ничего не пытаюсь с ними делать. Как эти цукини доживают сезон. Ну, я крайне разочарована во всех вот этих черри-помидорах. Кусты хилые, помидоров мало. За одним исключением. Я вам покажу потом. Вот это вот тоже красавец. Гляньте, какой вырос. А помидоров на нем нет. Ну, а в остальном ведь тоже такие вот сомнительные кустики. Занька, вылазь! Вылазь! Вот это вот только один черри. Который, гляньте, как краса. Называется рапунцель. И вот на нем помидорах. Нафига еще немножко, и они самые вкусные. Синеньких, как вы видите, уже два выдрала. Мы их съели. Но они больше зеленые, несмотря на размер. Вот здесь вот у меня был еще один перец. Я пыталась сорвать с него перец, сломала куст. Тоже выдернула. Наши любимые, Владимирские любимые помидоры. Черный Крым. Я вчера сорвала два. Я вам потом покажу. Как обычно. Красивые, большие, вкусные. Но, блин, их в этом году и нету. На одном кусте парочка осталась. Три мы сняли. И, собственно, больше нету. Там вот еще такие крупные, красные. Не помню, какой сорт. Сейчас. Я в этом году умная. Ага. Бипстейк. Ну да, бипстейк. Да, ничего так ничего. А это все такое. Я подозреваю, что мы съедим больше часть помидор. Занька насмотрелась. Еще до того, как уедем. Что мы не съедим, сидят наши друзья, которые будут поливать огород за те две недели, что у нас не будет. Ну, а когда мы вернемся, помидор уже закончится. Поэтому. Мы их сейчас и едим. Она сейчас повторяет абсолютно все. Что ты не сделаешь? Получилось? Вылила? Черемуха. Ну, ешь черемуху. Она сейчас вкусная. Кушай. Кушай, Занька. Кушай ягодку. Не хочешь? Угу. Малина у нас закончилась. Клубника закончилась. В общем, лето тоже заканчивается. У нас в этот днях был град. Леснообразие. Вечером, а не ночью. Сейчас я вам дождь сюда кусочек вставлю. Подтяните размер города. Жду, пока упадет что-нибудь поближе. Или закончится. И вообще ночью сейчас холодная. Откроем вот этой вот жары, которая сейчас 15-17, по ночам 32, 3, 5, 7, 8 днем. Так у нас в среднем 25-26, и ночью 10-12. Очень приятная температура. Занька, кушай сама. Да, я знаю, что там косточки. Но пара косточек ребенку не повредят. Особенно потому, что она ее не хочет есть. Ой. У нас когда-то приходили другие наши знакомые с детьми. И вот как раз там они вдвоем дерево и объедали. Одна на фрукты есть очень сложно. Вот не знаю. У няни, или в компании с другими детьми, с удовольствием. Любые фрукты дома не уговоришь. Давай. Эт, опять промазала. Да что ж ты будешь делать? Вот. Эт, опять по. Опорная девочка. Давай. Спасибо. В общем, такие дела. Чтобы вы понимали, как это ребенок мыслит. Любую тряпку, которую она находит, она идет стирать. Поэтому она нашла с вчерашнего вечера тут пуски владимирские. Я уже ее в бассейне прополоскала. Теперь, насмотревшись, чем мама занимается, она моет этими носками стул. Периодически его вот так вот скидывая, как я воду из бассейна выливала. То есть, понятно, да? Теперь это новая часть мытья всего. Ну, кстати, вот эта вот дымка на небе сейчас уже чуть развеялась, но та, что утром была, это все-таки пожары. Принесли, по-моему, из Альберты. Кстати, в Антарио постоянно что-то горит. Есть карта пожаров. И там прям впечатляющее количество. Так вопрос о том, как мы развлекаемся. Будущее. Ого! Что? Танька, скажи еще. Хорошо. Ну, поехали. И нет, машины не ездят. А если ездят, то их очень хорошо слышно. Поэтому все под контролем. Сейчас в 5 часов вечера. Я оставила барышню с Владимиром. Пусть развлекается, его долго не было. Пусть помнит, что это такое. А сама приехала на работу. Вообще, чтобы вам как-то понять, что у нас происходит... Сейчас, момент. Надо сказать пару слов. Наша няня улетела домой. На месяц. Чуть больше, чем на месяц. Поэтому мы с Владимиром на прошлой неделе... На прошлой неделе упражнялись. Какая-то бебиситерство. Я работала по утрам. А в Владимире работала после обеда. И вот с этой недели я вроде как ушла в отпуск. Вроде как. Но... Две проблемы. Первая. Дофига работы. А вторая... У меня из-за декрета меньше отпуска, чем должно было быть. В этом году, если бы я не уходила в декрет, у меня было бы три недели отпуска. Но... Так как считается, дни отпуска запроработанные, декрет вот сильно мне помешал. И на данный момент у меня всего 11,5 дней. Поэтому я не могу взять три недели, как мне хотелось. И как бы все получить их оплачиваемые. Поэтому я, конечно, что-то потеряю, потому что я работаю не полный день. Но... Я работаю с барышней, когда могу. Вечером после того, как он ложится спать. Или когда Владимир приходит домой. Поэтому, в принципе, где-то там я часов наработаю. Я могу работать из дома. У меня есть лаптоп. И он подключается к серверам и все дела. Но... Невозможно работать с барышней. Она же не сидит рядом. Она же не умеет играть сама. И... Играть... Как это? И работать... Пока она не спит, невозможно. А когда она спит, хочется отдышаться. Поэтому... Вот так. Я сейчас пару часиков поработаю. И... Это, собственно, те два больших помидора, которые называются. Черный Крым. Ведимира любимая. А это он купил в Суперсторе. Самосы. Написано в итальянском, но написано, что они острые. Поэтому, товарищи, если что, они острые. Ну так, не критично, но все-таки. Я знаю, я обещала закончить видео вчера. Но не сложилось. Владимир сел сремонтировать его видео. Поэтому... Мне пришлось отложить мероприятие. А сегодня... Вот сегодня проработали. Слава богу, у нас была машина. Поэтому мы работали еще больше, но хотя бы не пожаре, а перебегались. И мы приехали на ежегодный трипл... Как это называется? Пикник. Монтрор организовывает трипл-ы. Если вы нас смотрите давно, вы видите, мы каждый год сюда ездим. Но сегодня просто рекордное количество людей. Я столько народу не видела никогда. Мы все стоим за бургерами. Ай. Да, если вы помните, у нас приближается жара. Жара, жара. Сегодня все нас... Но сейчас всего 32. На выходной будет 37 в субботу и 38 в воскресенье. А, нет, мы тут будем. А понедельник 33. А мы будем все без машины. Ну ладно. Короче, мы просто не представляем, как мы будем сейчас кататься на аттракционах и есть. Плюс 32 на солнце. Кататься на аттракционах. А как вам люди готовят? Да, вот как они готовят. Жарят там. Бедные люди. Сочувствую сразу. У-у-у! Ща будем кататься. Кататься на аттракционах. Бусинка. Короче, ребенку так понравилось, что-то бедно разрыталось, когда мы ее сняли. Поэтому мы катаемся еще. Она выглядит такой перепуганной, но на самом деле ей нравится. Знаете, сейчас нравится все катать. А так как у нас нету коляски для нее детская, она катается, чтобы не пропали. Берегись всех! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Занька, ты вверх ногами. 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 Занька, ты вверх ногами.